привет друзья а вот и я добро пожаловать на мой youtube канал флорис пофигист зовут меня владимир я с вами обещал пообщаться по поводу насчет по поводу пообщаться по поводу пообщаться насчет фотографии до фотографии букетов для контента ну вообще в принципе нужно понимать для чего ну что такое вообще фотография да это один из инструментов продвижения вашего продукта вашего товара до любого любого товара может быть вы не обязательно букет фотографируете ну такими наверное не сильно углубленно да но тезисно чтобы было понятно как мы должны фотографировать букеты как мы не должны их фотографировать вот наверное на таких примерах общих до из устных скорее примеров но в конце я приведу в конце этого видео приведу букет приведу примеры как не надо фотографировать как нельзя делать этого и как нужно это делать ну во первых во первых это конечно же нужно обращать внимание на Что вы фотографируете, да, сейчас уже очень многие фотографируют свои работы, фотографируют букеты на телефоны. Нужно обращать внимание, да, какого качества ваша фотография. В основном, где ваше портфолио находится? В основном оно находится в Инстаграм, да, это такая сейчас уже мощная площадка для продвижения своего творчества, своего бизнеса, не только творчества, но и бизнеса, да. Вот, поэтому сейчас нужно понимать, что на данный момент Инстаграм, он не хавает сейчас все, что угодно, да. Уже прошли те времена, когда вы могли сфотографировать свой завтрак, там, кашу, да, с яблоком и собирать несколько сотен лайков, да. Эти времена уже давно ушли, сейчас уже все это выходит на, ну, вышло давно, да, такие реальности, что вышло уже давно на более профессиональный уровень. Сейчас для того, чтобы заинтересовать зрителя, уже нужны более такие качественные, грамотные решения, для того, чтобы зритель остановил свое внимание на, именно на вашем контенте. Ну, это, собственно говоря, не секрет, это логично, да, потому что уже каждый человек практически находится в Инстаграм, уже каждый выкладывает, да, в Инстаграм что-то. И, да, шурши, ничего страшного. И, ну, за счет того, что уже много очень контента, да, то есть зрители уже не хавают все подряд, да, уже нет такого, что мы будем смотреть все, что угодно. Глаз, конечно же, останавливает внимание, да, на свое, на чем-то выделяющемся, да, из общей массы. Вот, ну, а я смотрю периодически, смотрю на контент, на разные, не сильно часто, я хоть и веду Инстаграм, да, свой, но, признаюсь честно, я могу сказать, что я не очень активный пользователь при этом, при всем, как бы это странно ни казалось, не очень активный пользователь Инстаграма. Потому что, ну, я не сильно часто листаю ленту, да, не сильно много на это трачу времени, просто, просто может быть, потому что у меня нет этого достаточно много времени на это. Но, так или иначе, периодически отмечаю какие-то моменты, да, и обращаю внимание, как люди работают, как люди фотографируют. Вот, что в фотографии для нас имеет большое значение, да, на что нужно обратить внимание. Во-первых, это, во-первых, это свет, да, свет играет большую роль, и сейчас, между прочим, очень много разных приложений, а если у вас iPhone, да, какой-то можно прямо в базовых настройках, да, в принципе, можно подтянуть какие-то фотографии, добавить резкости, добавить где-то света, да, яркости добавить, чтобы вытянуть, подтянуть вашу фотографию к желаемому результату. Нужно понимать единственное, да, что вы хотите в итоге получить. Вот, ну, опять же, меняются, очень быстро меняются, скажем так, общие предпочтения, да, общие предпочтения. Если раньше, обратите внимание, если раньше все старались выбелить, высветлить очень сильно, да, фотографии, особенно это было видно на свадебном контенте, вот, ну, так как я очень, этого активно очень свадьбу, да, продвигал, сейчас не так сильно активно, сейчас ушел в несколько другую сферу, вот, то на это тоже я обращал внимание, как сильно высвечивали фотографии, да, и это было норма, да, это было актуально, вот, ну, и зачастую невесты приходили опять же с такими фотографиями, показывали какие-то букеты, хотим вот такой букет. Но я-то вижу, да, что это ретушь, что очень много высветленных, вытянутых оттенков и вообще, в принципе, такого белого цвета не существует. И приходится в таком случае покупателю объяснять, да, что это ретушь, вот, сейчас у нас немного изменилось, может быть, общее восприятие как-то, да, или, может быть, это происходит вместе с тем, что меняются камеры, меняются возможности, да, уже айфоны фотографируют как профессиональные фотоаппараты. И, соответственно, фотографии, фотографии уже привлекают внимание, фотографии больше не обработанные, а те фотографии, которые передают истинную атмосферу, да, которые передают натуральность, настоящесть вашей работы. Вот, свет, свет в этом очень сильно, ну, это такой, знаете, мне кажется, чуть ли не основной помощник, да, хотя здесь работать нужно в комплексе совсем, и свет, и композиционное расположение вашей работы, да, ну, со светом нужно, конечно, поработать. Например, дневной свет, да, это, наверное, самый удачный, самый выгодный, самый выгодный свет для фотографирования букета. Вот, но мы конкретно не говорим с вами, да, здесь про предметную съемку в принципе, а говорим с вами про фотографирование вашего контента, да, если вы флорист, то это букет или композиция. Вот, и если у вас есть большое окно, то будет лучше всего, если этот свет направлен от окна в вашу сторону, да, в сторону вашей работы. Вот, ну, и, конечно, если этого света недостаточно, дневного света, да, который самый идеальный, как мы с вами уже решили, то тогда вам необходим дополнительный свет. Это могут быть лампы, прожектора, это могут быть, ну, различные есть сейчас световое оборудование, это может быть не самое дорогое световое оборудование, да, это может быть какая-то кольцевая в принципе лампа, главное, ну, то есть здесь тоже нужно поэкспериментировать со светом, нужно повыставлять. Даже в одном помещении, а зачастую вы фотографируете все-таки в одном помещении, да, в одном помещении нужно тоже подобрать подходящий, подходящий ракурс. Даже на одной локации, даже на этой черной локации, да, нужно подобрать подходящий угол, да, с какой стороны фотографировать. С этой стороны вы будете фотографировать или может быть оттуда, да, смотря откуда эта физика, да, свет падает, возвращается, вот он вернулся в экран, ну, то есть, вот, свет вернулся в объектив, да, короче говоря, физика, хотите углубиться, да, нужно углубиться. Но вообще, в принципе, вы можете добиться какого-то результата, который вам более или менее вас устраивает, да, или идеального, назовите его для вас идеального результата, можете добиться только лишь с помощью эксперимента, да, ну, и, в принципе, работа фотографа это постоянный эксперимент. Вот, станьте немножко фотографом, станьте немножко фотографом, и для этого вам нужна, конечно же, насмотренность. Очень большое значение имеет, да, насмотренность, нужно обращать внимание на то, что для вас выглядит, что для вас выглядит дорого, красиво, да, что вам кажется дорогим и красивым. Опять же, даже один и тот же букет можно сфотографировать с разных ракурсов, и он будет, его цена от этого, да, его визуальная стоимость, она будет варьировать, да, от меньшей ее, ну, скажем так, от меньшей части к большей. То есть, она, вы можете как уничтожить фотографии, стоимость букета, так и поднять его, ну, сделать его фотографией гораздо выше, эту стоимость. Тут тоже зависит много от ракурса, который выбран, и от фона. На мой взгляд, самый идеальный фон, это нейтральный серый фон, но здесь, опять же, нет какого-то, не будем канонизировать, да, нет здесь каких-то определенных канонов. Возможно, у вас, скажем так, скажем так, возможно, ваша концепция, концепция вашей, вашего творчества, если вы как работаете как частный флорист, да, или может быть концепция вашего салона, она предполагает, что у вас фон какой-то цветной, да. Очень здорово, на самом деле, работают букеты на каком-то таких, на грубых, на грубых фонах, на грубых фонах. Это может быть бетон, да, опять же, он такой нейтральный серый, либо это может быть а-ля лофт, может быть, это кирпичная кладка старинная, да, какая-то. За счет чего работает букет тогда в таком случае? За счет, опять же, контрастов, да, когда вот такая фактурная, немножко фактурная стена бетонная, да, такого нейтрального серого цвета, холодного, скажем, ну, холодного, да, серый тоже цвет, он хоть и ахроматический, да, но он может, могут быть вариации от более холодного до более теплого, вот. Вот, и цветы, они начинают проявлять себя в большей мере, сильнее начинают, да, работать, говорить про себя. Вот, это что касается фона, что касается дополнительных деталей, вот с этим, конечно, важно очень не переусердствовать, потому что, когда речь заходит про фотографирование работ у каких-то частных флористов, да, которые, может быть, на дому делают что-то или фудфлористика, кстати, очень часто обращаю внимание, что фудфлористика, да, вот те мастера, которые работают дома, они фотографируют где-то, вот выбирают такую не очень удачную локацию и дома есть наверняка тоже какой-то нейтральный фон, где можно красиво сфотографировать вашу работу, но я смотрел, да, бывают такие фотографии, где сфотографировано на кухне, где какой-то пластиковый фартук кухонный, да, где какие-то дополнительные элементы, какое-то полотенце висит или еще что-то, да, вот такое вот, то, что попадает в кадр, да, непонятно для чего, как бы, и это все создает такую мусорную историю, и вроде как кажется, вроде такая же работа, как и была, а на фотографии она выглядит такой, как-то дешево, как-то странно, да, ну, то есть обращайте внимание на то, что у вас находится на фоне, да, какие дополнительные элементы. Если вы хотите сфотографировать вашу работу с дополнительными элементами, то, ну, это можно сделать, например, расстелить крафт-бумагу, например, да, положить ваш букет, если это односторонний какой-то букет-комплимент, рядом положить какой-то, какие-то инструменты, и хорошо, если эти инструменты не из Леруа Мерлен, там нож какой-то, да, попадает в, как я тоже смотрел недавно, кстати, у Татьяны Ильинишны, у Татьяны Ильинишны смотрел эти самые фотографии, вот, и там, значит, в кадр попадает, попадает, допустим, нож, этот самый, как он, ну, обычный, который, который, как он, резак строительный, да, вот эти вот, которыми я часто пользуюсь, канцелярский-канцелярский нож, да, вот, и это тоже, как бы, не добавляет люкса, поверьте мне, ну, то есть здорово, если вы кладете инструменты какие-то, это инструменты, там, не знаю, японский секатор, допустим, с какими-то деревянными ручками, или это какое-то, какие-то ножницы, да, которые, как бы, работают, как аксессуары, да, какая-то лента красивая лежит, фактурная, это да, окей, ну, то есть нужно, опять же, если вы пытаетесь дополнить визуал деталями, то, опять же, смотрите, какие это детали работают. Следующий момент, такой общий, да, не углубляясь, следующий момент, это ракурс, то есть даже не ракурс, а то, как вы берете, как вы фотографируете ваш букет, там, боком, не боком, с какой, с какой точки зрения, да, с какой стороны вы фотографируете. Приведу пример, опять же, на свадьбах, да, очень часто мне даже профессиональных фотографов часто приходится убеждать в том, то, что нужно по-другому сфотографировать, потому что, ну, это большой, прям, большие проблемы, прям, с этим, да, трабл, прям, просто мне приходилось раньше воевать с ними, потому что они делают абсолютно непродающийся контент, то есть, что, как это называется, называется постпродакшн, да, постпродакшн – это то, что продает у нас каждый наш следующий проект, ну, что касаемо свадьбы, да, или каждую нашу следующую работу, каждый наш букет следующий, что касается флористики, продает на перспективу, то есть, мы работаем на перспективу, мы собрали букет, сделали букет, отдали его, но работаем мы не на сегодня, да, не только лишь на сию секундную прибыль, да, но и на перспективу, то, что этот букет у нас закажут еще 25 раз, да, а то и больше, вот, и для того, чтобы этот букет заказали, или, там, допустим, если говорить про свадьбу, что еще более важно, да, чтобы заказали аналогичную какую-то свадьбу, которая, например, стоит миллион двести, да, то ее нужно и постпродакшн сделать соответствующей, читабельной, понятной, с понятного ракурса, да, что делают фотографы часто, да, они фотографируют это раком боком, фотографируют это с каких-то вот снизу, какие-то вырванные из контекста, какие-то элементы, где не видно общей картины, да, общей картины происходящего, а если говорить о мероприятиях, да, ну, я в это просто вот уйду немножечко, да, потому что я в этом тоже, ну, есть определенная у меня компетенции в этом, да, и прям напрашивают сами собой такие примеры, вот, если фотографировать выдернутые из контекста, да, какие-то детали, но при этом не показать общую картину, то в принципе мне продавать нечего, да, и такое просто бывало не один раз, когда вроде как профессиональный фотограф приходит, когда он вроде фотографирует, по полу ползает, что-то он делает, да, и потом, я же не могу к нему там залезть в камеру, да, и посмотреть, что он там отфотографировал, и я не знаю, насколько он там увеличивал, приближал объектив и так далее, да, вот, а по факту получается, когда отдают эти там 200 фотографий, а из 200 фотографий нечего выложить абсолютно, потому что все это какие-то пошел креативчик, да, пошел креативчик, когда нечего вообще взять для постпродакшена, нечего продавать потом вообще абсолютно, потому что нет общей целостной картинки, нет вообще понимания, насколько это объемно, насколько это масштабно, то же самое и с букетами происходит, да, обратите внимание, как часто фотографируются букеты, периодически это могут быть обрезанный низ, периодически это может быть обрезанный верх или где-то сбоку подрезано, да, то есть и непонятно вообще ни размер этого букета, ни полный состав этого букета, ни глубина этого букета, то есть постпродакшен отсутствует. Здесь тоже, если вы заниматься начали инстаграмом, вот, а мы с вами про инстаграм тоже поговорим, кстати, между прочим, вот, если вы начинаете прям активно заниматься инстаграмом, если вы все еще этого не сделали, ай-яй-яй, да, то, конечно, нужно, нужна насмотренность, да, посмотрите, пожалуйста, таких, ну, в общем говоря, не буду называть сейчас имен, не буду сейчас, наверное, там, переходить на личности, кого-то показывать, как то, что делать нельзя, кого-то как делать нужно, в общем говоря, я думаю, это, что всем и так все понятно, когда вас картинка цепляет, вы просто анализируете, да, почему эта картинка вам кажется красивой, почему сочно, да, красочно, да, хорошая резкость, да, когда видно отчетливо контуры, когда видно каждый лепесток, да, когда видно свежесть, да, свежесть букета в каждом, в каждой детали, когда видно свежесть букета. Опять же, здесь тоже важно понимать, что вы пытаетесь продать, что вы пытаетесь показать, соответственно, тогда и букет должен быть свежим, и вам не должно быть стыдно показать эти цветы в резком качестве, скажем так, потому что зачастую это же и какие-то скобы на упаковке, скотч на упаковке и так далее, и тому подобное, пластиковая лента завитая ножницами, но это все в этот самый, это все в печку, это все мы сжигаем, этого просто не должно быть в принципе, это контент тот, который тянет вас вниз, поэтому ваш букет, он должен быть, опять же, что касается свадьбы, если мы фотографируем локацию, то эта локация должна быть сфотографирована прямо, чтобы человек понимал, что он вот стоит, смотрит, как будто бы он стоит прямо там и смотрит на эту локацию, он видит эти масштабы, он видит высоту, где она заканчивается, эта локация, и уже там начинается, грубо говоря, потолок, да, например, он видит по бокам, да, где заканчивается эта локация, он видит размер стола, соответственно, его глаз уже анализирует, что ага, размер стола, там стандартная высота стола, это 90 сантиметров, ну, мы в принципе знаем, да, сколько, какого размера стола, среднестатистически, по крайней мере, его высота, да, ну, банкетный стол, его стандартная высота 75, по-моему, сантиметров, 75-90 сантиметров, это у нас фуршетный стол, ну, и, соответственно, мозг уже он анализирует, да, без вашего вмешательства, дополнительного анализа какого-то, подсознание ваше анализирует, ага, если 75 сантиметров стол, и вот эта локация целиком сфотографирована, все, высота общая этой локации 3 метра, значит, да, ширина, значит, этой локации, ну, у вас мозг работает как компьютер, да, так же, как у вашего зрителя, вот, так же, как у вашего потенциального покупателя, ну, и, соответственно, уже мозг понимает, да, какая, какие габариты у этой локации, то же самое с букетом происходит, да, но с букетом, когда вы фотографируете этот букет, скажем так, отдельно стоящим, то не всегда понятны его габариты, поэтому, опять же, важно чередовать не только для этого, да, чередовать, ну, и дальше скажу, для чего еще, чередовать фото букета, у вас букет может быть сфотографирован, допустим, стоящим на подставке, на подиуме, на каком-то, да, опять же, нейтрального какого-то, может быть, серого цвета, вот, поэтому, да, это мы сейчас с вами про ракурсы говорим, да, с какого ракурса сфотографировать это может быть букет он стоит прямо до на нейтральном фоне на нейтральном подиуме подставки да и стоит букет может быть вазы и не видно да и она прикрыта может быть упаковка этого за прикрыто это тоже вас а если она имеет ценность как объект да в этом букете она если это декоративный какой-то элемент который дополняет ваш букет своим цветом или фактурой окей может быть и эту вазу а можно и показать да ну то есть тоже вопрос целесообразности всегда у нас в голове возникает далее значит также мы можем чередовать наш контент с фотографией вместе с человеком да то есть человек держит букет может быть он немного подал его вперед этот букет опять же что букет было видно целиком до целиком где он заканчивается и по бокам плюс отступ с каждой стороны также и сверху отступы снизу отступ чтобы у нас было напряжение да как в букете у нас мы достигаем эффекта напряжением с помощью воздуха когда у нас материал располагается допустим вокруг крупных значимых цветов у нас есть свободное пространство до которая дает у нас букете напряжение которое у нас выделяет цветок сам по себе который работает в этом букете да и он и он вот эти вот напряжением создающимся вокруг него притягивает к себе внимание потому что это отдельный значимый объект в этом букете также и в вашей фотографии да за счет вот этого воздуха который вокруг этого объекта да тоже создается напряжение и ваш букет это как полноценный объект самодостаточный да он притягивает к себе внимание и потом уже только рассматриваются детали до в этом букете потом уже рассматривается состав в первую очередь букет эта форма это вот весь букет целиком эта форма и уже потом мы от общего переходим к частному да потом уже ваш покупатель рассматривает из чего этот букет состоит из чего состоит эта форма до которая собраны на самом деле из отдельных материалов вот из разных материалов контрастных да но это уже это уже глубина глубина вашей работы вот далее вы опять же когда фотографируете с человеком вы еще больше усиливаете характер вашего букета то есть важно опять же как выглядит этот человек как бы это там странным не казалось да то есть букет наделяется сразу же каким-то характером да во что одет этот человек скажем классика это или что-то это нейтральное или ну в общем говоря это дополнительный такой инструмент для того чтобы усилить характер до вашей работы улыбается этот человек да какие эмоции он при этом испытывает это тоже очень важно вот далее вы можете использовать такие ну скажем так такой инструмент как размыливание фона да это может быть любой фон в принципе вы можете фотографировать на правильно раз не размыливание а как это расфокусировка до расфокусировка фокус можете брать фокус именно на объекте да но при этом у вас фон расфокусирован то есть он такой у вас мыльный мыльный при этом тогда вы можете фотографирует на фотографировать на любом фоне да вы можете фотографировать тогда на фоне холодильника с цветами но у вас не будут работать тогда ну то есть тогда у вас цветы вот эти да они не будут на себя брать внимание они будут такие размыленные и все равно получается за счет того что это тоже контраст такой да получается за счет того что у вас фон такой размыленный, а здесь такая четкость вкусная, жирная, прям сочная, у вас сразу же этот объект притягивает к себе внимание. Тоже такой момент, с которым и фотография становится такой, знаете, как с поволокой, с такой, с дымкой. Создается ощущение профессиональной фотографии. Сейчас не рекламирую айфоны, но сейчас айфоны очень круто фотографируют, поэтому не каждый, допустим, может, не каждому нужно, не каждый любит айфоны, я не про то, что нужно срочно брать айфон. Нужно находить определенные, исходить из того инструментария, которым вы можете сейчас воспользоваться и находить там определенные решения вашей задачи, перед вами поставить с помощью того инструмента, который перед вами сейчас есть, с помощью той камеры, которой вы пользуетесь. Но на самом деле, опять же, давайте не преуменьшать вот это значение качества камеры, потому что все-таки на мыльницу, да, вы не сфотографируете, скажем, не сделаете ваш букет сочным, ярким, вкусным, да, так, чтобы его захотелось прям. Вот, а что еще касается фотографии? Окей. Что еще касается фотографии, да, то, как вы подаете ваш букет. Окей, про ракурс мы поговорили, про разные вот эти моменты, да, про свет мы поговорили, про подачу самого объекта, да, насколько выглядит невыгодно, ну, ладно, я привел пример, там, когда на кухне на фоне вот этого фартука в цветочек, там, или еще в какой-то уродливый узор, да, не дай бог, не знаю, всякие разные там бывают фоны какие-то, или старые обои, какие-нибудь бабушкины, да, там, потрепанные, или еще какие-нибудь шторы там непонятные, ну, то есть, ладно, но еще бывает такое, что фотографируют на полу прям, да, вот это тоже сразу же роняет ценность вашей работы, да, когда фотографируют на полу, при этом там может быть швы там непромытые, как вот я сейчас смотрю, там, допустим, может быть пол не идеально чистый, да, плевать, сфотографируем, отправим, да, и клиенту еще, когда нужно букет, значит, сделали букет, и отправить клиенту перед отправкой, и фотографирую, значит, букет на фоне пола, где там еще отпечаток ноги какой-нибудь жирный, вот, сразу же, как бы это минус прям не в карму, да, минус в ваш кошелек, то есть, я такое часто, правда, наблюдаю, вот, даже, даже кто-то выкладывает, да, такие фотографии, а нужно просто подумать, ну, реально, посмотрите, реально это, это выглядит достойно, это достойно вашего контента, вас, да, не унижает ли это вас, как мастера, да, любой предмет, который находится на полу, он моментально роняет своей стоимости, ну, то есть, даже если вы возьмете, скажем так, ну, ладно, не буду брать там бриллиантовое колье, в пример, но даже и его взять, если, да, то, ну, если вы увидите, что в грязи валяется, или там где-нибудь на полу, то, ну, скорее всего, это бюджетерия, да, вот, в общем говоря, это так работает, чисто на таком, на психологическом уровне, да, что если это стоит на полу, значит, это какое-то пренебрежительное отношение, да, да, я понимаю, бывает периодически, что на витрине, где-то места не хватает, да, стоит там, стоят букеты где-то на полу, окей, ну, вы опять же, когда покупатель заходите, вы видите, считываете с покупателя информацию, да, проводите какой-то ананас, собираете какую-то информацию о покупателе, о получателе, вы опять же предлагаете показать букет какой-то поближе, вы достаете этот букет, да, и показываете его на уровне его глаз, или вот так показываете, да, а не то, что пройдите, гляньте, вот там на полу, значит, чего-то там валяется, вот, возьмите чего-нибудь там с пола, вот, и здесь в фотографии то же самое, то есть, вы предлагаете вашему потенциальному покупателю подойти и что-то поднять с пола, ну, то есть, как это выглядит, да, никак это не выглядит, да, Стремно это выглядит. Поэтому любой значимый объект у нас всегда лежит на чем-то, на каком-то подиуме. Почему я до этого говорил, что, например, на нейтральном фоне вы фотографируете, но на каком-то подиуме. То есть, либо держите в руках. Это не валяется у вас, не стоит на полу небрежно каким-то образом. Это должная подача, это ваша работа, это ваш труд, который вы уважаете, а также вы уважаете и вашего потенциального покупателя. Вот, соответственно, если опять же вы фотографируете букет с персоной, с какой-то, с человеком, то здесь тоже какая-то актерская, минимум какой-то актерской игры тоже не помешает. Хорошо, если человек не может выполнить вашу задачу по подвиженную причине, но вот не любит он камеру, например, не привык к камере, не может он изобразить ту эмоцию, которую вы предполагаете своим букетом. Пусть человек там отвернется в сторону немного и покажет букет. Тогда он будет как бы нейтральной такой личностью, чтобы просто на фоне себя показать габариты этого букета. Опять же здорово, когда в контенте меняются разные лица, потому что все равно, так или иначе, лица надоедают. Надоедает одна и та же одежда, надоедает одно и то же лицо. В общем, и хорошо, когда у вас в контенте появляются новые лица, новые какие-то знакомства. Ну, про инстаграм, чего уж там. Давайте про инстаграм. Знаете, плохо выглядит на самом деле сейчас. Я тоже видел, еще кто-то так делает прямо на фотографии. Могут там вставлять ценник, например, или какой-то текст. Ну, окей, уверены ли вы в том, что вот этот шрифт, который вы выбрали, что он идеален, что он является стильным и вкусным. Плохо, когда вы вообще цен не пишете в инстаграме. Это плохо, это ужасно на самом деле, жутко. Сейчас люди не любят копаться, выяснять, да, вот этого, а сколько стоит. Пишите в директ, да, кому это нахрен уже никому не нужно, да. Вот это вот тоже, если у кого-то это кто-то этим страдает до сих пор, задумайтесь. Потом, знаете еще, что я вчера подумал? Тоже не хотелось, не хочу переходить на личности вот и по поводу контента, да. Но у нас фотография для чего она? В любом случае это портфолио, да, портфолио в контент. Вряд ли вы фотографируете для того, чтобы распечатать потом, значит, пойти распечатать и фотоальбом. Такие, посмотрите, пожалуйста, наш фотоальбом. Фотоальбом сейчас, да, у всех это аккаунт в инстаграм. Вот, и, ну, понятное дело, такие вот моменты, как указывать цену, да, указывать какие-то основные моменты, чтобы человека не отвлекать. Но обязательно нужна какая-то текстовое сопровождение, да, это обязательно. Потому что, причем текстовое сопровождение сейчас, да, на данный момент, его не нужно, пожалуйста, делать. Это вот шикарная роскошь, это дуновение ветра на солнечном пляже. Почувствуйте этот легкий летний бриз соленого моря. Вот это вот все, это все уже вот так вот, да. Это все уже никому, это не хочется читать. Вот эти вот, вот это вот, знаете, графомания, никому нафиг она не нужна. Вот, вот этот соленый бриз на это, это, это все оставьте для себя, там, где-нибудь у себя, напишите в записной книжке. Покупателю вашему потенциальному нужно знать условия, как он может приобрести, сколько это стоит, какие условия доставки, да, основные принципы. Все, все, что нужно знать вашему покупателю, а не то, как вы этот букет видите. Вот, и не нужно вообще, в принципе, покупателю, знаете, это, опять же, наивный фигуратив получается. Это так же, как художнику встать около картины своей и рассказывать. А я имел в виду, а я имел в виду вот это, вот именно это. Понимаете, каждый в этой картине, да, увидит то, что, ну, то, что-то свое определенное, да. Так же и вы тоже давайте каждому человеку, вы что-то в этот букет вложили, но каждый человек туда все равно внесет что-то свое, да. Вот, а вам главное вот в букете понять, да, для чего нужна, вернее, фотографию, понять, для чего нужна фотография. Для того, чтобы покупатель ваш мог как бы в полную меру насладиться, лицезреть и вложить в него какое-то свое, да, какие-то свои эмоции и такое, ага, это откликается, да. Ну, не может на плохой фотографии у покупателя что-то откликнуться, да. Ну, не может человек, ну, я не знаю, может быть какой-то, типа, когда мне говорят, там, вот, а у нас дорогие букеты не берут. Посмотрите на ваш контент, пожалуйста, да, как вы предлагаете свои букеты. И скажите, а вы бы взяли бы за дорого вот букет, ну, я не к кому-то конкретно лично, да, но интересно, согласны вы, не согласны. Напишите в комментариях, а вы бы взяли какой-нибудь букет за дорого, где размыленная фотография, где состава не видно, видно одни только скобы на упаковке, и он обрезан наполовину, да. Вот, а еще сзади стоит кружка с недопитым чаем, с висящим каким-нибудь этим ТЭС. Ну, я не знаю, понимаете, да, о чем речь идет. И разбросанные инструменты, мусорка, листья какие-нибудь, и вот это. Это тоже бывает, кстати. Вот, я вообще, конечно, так. Потом еще по поводу, давайте про контент вообще, да, о своем позиционировании. Меня немного не то, чтобы трихануло-бомбануло, я хочу немножко сказать, как ты думаешь, можно, могу ли я себе позволить сказать про, как он назывался-то, ты поняла. Точно даст. Я про это, вот знаете, у меня, у меня просто, я про это должен сказать, наверное, не, ну, не охарактеризовав как-то, да, а просто, чтобы вы, опять же, ну, на чьем-то примере, то есть не сказав, да, что это плохо или хорошо ли, да, мне вообще, по большому счету, мне все равно, как у них там, плохо ли, хорошо ли. Но важно, чтобы вы понимали, для чего вы делаете эти фото и как вы себя позиционируете и для чего ваш контент вообще нужен. Вот есть, я просто, даже не я наткнулся, а, по-моему, Мария, Маша наткнулась, да, на этот профиль, который называется точно даст. Там вот в английской раскладке написано точно даст. Вот, и я думаю, сначала я подумал, о, какая-то интересная фишка, наверное, ну, что-то здесь какая-то мысль, может быть, не, типа, каждый может сам для себя дальше, типа, сформулировать мысль, типа, что флорист точно даст качество, там, например, или там, этот магазин вам точно даст, точно даст, вот, или ваш флорист, наш флорист вам точно даст то, что вы хотите, вот, и в итоге, а, точно, да, и в итоге, в общем говоря, я смотрю то, что нет, это недвусмысленно, это недвусмысленно, то есть тут понятно, у них все написано, что вот, что они чемпионы мира по флористике, но это как бы степ такой, я понимаю, что это вообще, в принципе, такое, как бы, типа, типа степ, вот, значит, у всех говно, а наши чудесные, чудные букеты торкают, вставляют и чпокают, внимание, не дали, звони Александру, и вот такое вот, да, ну, и такая небольшая реклама, опять же, не для того, чтобы отрекламировать, может, кто-то подпишется, конечно, не знаю, но это тот, это тот посыл вообще, которого вы хотите, да, я вот не знаю, я, меня сразу же почему-то это вот несколько, сначала такое повеселило, сначала повеселило, а потом думаю, интересно, на кого рассчитано это, да, понимает ли сам, ну, он, наверное, понимает, что он делает, ну, вот, мне интересно, а кто-то хочет купить букет для любимой мамы, да, для сестры, для ребенка, то есть, вам не к нам называется, да, то есть, это такое, такое получается позиционирование себя предполагает, что ваш, ну, это очень важно, на самом деле, понимать, кто твой потенциальный покупатель, да, кто твоя целевая аудитория, это очень важно, и исходя из этого уже, мы начинаем строить свой контент, в том числе фотографию, да, вот, ну, а здесь, я так предполагаю, то, что целевая аудитория, это мужчина, который идет на встречу, на которую ему должны дать, как бы, все, это вот, ну, все, целевая аудитория ограничено только вот ими, да, потому что, ну, так получается, да, вот, да, ну, и я вообще не знаю, вот, и на кого рассчитано, или там наклейка, да, представляете, девушки приносят, молодой человек приносит букет, и на нем написано точно даст, такая девушка такая смотрит, о, мило, от меня чего-то ждут, ну, и, наверное, от меня ждут не просто приятного вечера, ну, вернее, наверное, приятного, но чего-то, чего-то большего, чем я хотел бы предложить, и забери свой букет, и иди нахер отсюда, ну, вот, я так предполагаю, да, вот просто вот, ну, задуматься достаточно, да, серьезно, для чего, почему, окей, можно, можно похайповать, можно там, можно, ну, это такое, знаете, как это сказать, контент-хайп, да, и там что-то 6, там с чем-то тысяч подписчиков, я 100% уверен, что большинство это, вот, понятное дело, что это там большинство бот, и понятное дело, что это накрученные какие-то люди, магазины какие-нибудь, или еще там какая-нибудь, да, сколько, много, тоже накрученные лайки. Ладно, в общем говоря, не возьмусь я здесь характеризовать именно сторону вот этики, да, как бы, ну, и она отсутствует вообще, в принципе, у нас каждый делает, что он хочет, да, окей, если это приносит, приносит какое-то, знаете, если это можно монетизировать, да, монетизируйте, окей, если это на это подписываются люди, окей, пусть будет так, как бы, без проблем, ну, просто главное, чтобы это коррелировалось, да, вот, с вашим личным ощущением этого мира, да, если ты про это, то ты, ну, окей, все замечательно, супер, здорово, поздравляю, вы нашли себя, вот. Ну, это про то, что с чего начинать вообще фотографию, как себя позиционировать. Понятное дело, то, что контента уже дофига уже всякого разного, и каждый уже пытается того, что гораздо, да, там, и с людьми, и без людей, и с раком, и боком, и лежа, и сидя, да, вот. Ну, какие-то, конечно, вот профессиональные фотографии, иногда можно и фотосессии устроить. Конечно, самые, наверное, самые мощные с точки зрения постпродакшена, самые мощные, наверное, сейчас это Lacey Burst, да, это их самая сильная сторона, вот, самая мощная. Я, понятное дело, я там не обесцениваю других каких-то их компетенций, да, ни флористику, ни еще какие-то, но самая сильная, самая мощная сторона, это их маркетинг, да, это их пошаговый прям маркетинг, и в том числе контент, да, вот, составление контента, в том числе фотографии, это тоже одна из составляющих маркетинга. В этом они, конечно, очень сильны, и молодцы, что они делегируют это профессионалам суперским. Ну, вообще, ну, тут как бы вообще с точки зрения коммерции, безусловно, это вызывает пиетет, да, безусловное уважение. Вот, ну все, наверное, поговорили мы обо всем. Я не знаю, какие-то, может быть, у кого-то остались вопросы, моменты, да, вроде как бы говорили в общих чертах, просто, просто, чтобы было понятно, да, как делать не нужно, как сделать так, чтобы было чуточку-чуточку повкуснее, вот и все. Не знаю, надо примеры какие-то? Я думаю, то, что не надо никаких примеров особо, не надо, думаю, никаких примеров. Хоть я и говорил, что в конце приведу пример, и будет некрасиво, наверное, если я буду дергать из каких-то чужих аккаунтов какие-то примеры. Просто зайдите, погуляйте по инстаграму, да, посмотрите, у кого как сфотографировано, зайдите к коллегам, к вашим конкурентам, как они фотографируют, да, какие ракурсы, какое освещение, видно ли цветы, какая свежесть цветка, да, и так далее, и тому подобное. И просто послушайте себя, вот, просто в первую очередь, что вам нравится, что не нравится, вот и все. Это, наверное, ну, вы самый, наверное, цензор во всей этой истории, прислушайтесь к себе, да, и вот и все, вот и все. Вот. Я думаю, то, что всем и так понятно, что такое хорошо и что такое плохо, вот, ну, важно, бывает очень часто, да, важно услышать мнение, казалось бы, более компетентного человека. Опять же, это с такой субъективной точки зрения, ну, это очень помогает. Вот я вам говорю, такое, как профессионал фотографий, я же не фотограф, да, ну, вот все равно, я вам говорю, то, что насмотренность имеет большее значение, вообще зайдите в Пинтерест, зайдите в Пинтерест и посмотрите, да, какие там фотографии, и все вам станет прям понятно. Отметьте для себя три важные составляющие. Давайте, резюмируем, резюмируем всю мою болтовню. Зайдите в Пинтерест, покопайтесь там, наберите там букет такой-то, такой-то, Пинтерест, классная площадка, классная платформа для творчества. Вот, заходите, набираете букет такой-то, такой-то, букет свадебный, и смотрите, как это сфотографировано. Смотрите, размылено, не размылено, смотрите фоны, смотрите, ничего ли не мешает там в кадре, да, нет ли какого-то мусора, смотрите, сфотографировано, есть ли напряжение вокруг объекта, да, есть ли пространство вокруг объекта, какие присутствуют дополнительные элементы в кадре, присутствуют ли люди, да, какое настроение дополнительное люди создают, все, да. Так что все, друзья, вроде как немножко разобрались, вроде как немножко пообщались, да, на все на разные темы. А если есть вопросы, пишите, я соберу все вопросики и сниму дополнение какое-нибудь. Все, надеюсь, всем было полезно и приятно со мной поболтать. Все, всех обнял, поднял, покружил и на место поставил. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok